Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости. Цель канала просвещать потенциальных покупателей, продавцов, а также профессиональных операторов рынка недвижимости. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости, города Запорожье и Запорожской области. Мы поговорим о средней стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынке. Мы разберемся с факторами, которые влияют на ценообразование на первичном и вторичном рынке. Мы также с вами будем говорить о колебаниях и тенденциях рынка. И также мы попробуем разобраться, какие внешние и внутренние факторы влияют на развитие рынка в целом. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Перед вами карта города Запорожье в разрезе административных районов. Мы будем говорить о колебаниях. Это краткосрочные явления, которые протекают на рынках. Триот исследования. Июнь-июль 2020 года. Давайте попробуем разобраться, какие факторы влияют на колебания. Колебания не изучают, не исследуют и, естественно, не анализируют в силу того, что на колебания влияют внешние или экзогенные факторы, которые находятся вне экономической системы. К таким факторам относятся крупные политические события. Также к таким факторам относятся крупные научно-технологические открытия, которые могут менять целые сектора экономики. И, естественно, к внешним факторам относятся всевозможные техногенные катастрофы и природные катаклизмы, одним из которых является COVID-19, который повлиял на многие-многие рынки. Итак, возвращаясь к рынку недвижимости города Запорожье, мы видим, что за период июнь-июль практически ничего не произошло. За исключением мы видим в двух районах, Александровский район, средняя стоимость снизилась минус 0,21%. И в Шевченковском районе также снизилась стоимость квадратного метра минус 0,22%. Продолжаем говорить о социальном жилье. Это вторичный рынок. Это квартиры, построенные в период с 1950 года по 1992 год. Историческая справка. Всего на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир, большая часть из которых принадлежит к классу социального жилья. А точнее 15 миллионов 200 тысяч квартир. Вот такое наследство нам досталось после распада СССР, видим жилого фонда. Мы также наблюдаем, что в течение года по всей Украине данного класса жилья выставляется для продажи порядка 10%. Это полтора миллиона, полтора миллиона квартир. Что, в общем-то, говорит о том, что выборка, с которой мы работаем, является однородной и репрезентативной. Мы видим, что в июле месяце средняя стоимость квадратного метра в городе Запорожье достигла 438 долларов. И, как я уже говорил, не показала нам ни положительной, ни отрицательной динамики. О краткосрочной и среднесрочной перспективе данного класса жилья. Мы к концу года увидим снижение минус 2, минус 3%. Следующим слайдом мы будем говорить о тенденциях. Это долгосрочные явления, которые протекают на рынках. Попробуем разобраться, какие факторы влияют на тенденции. Именно тенденции изучают, исследуют и анализируют люди, которые занимаются подобным видом деятельности. Ну, как я уже говорил, на тенденции влияют внутренние эндогенные факторы, к которым относятся соотношение спроса-предложения, в данном случае на рынке недвижимости, и инвестиции, которые заходят также на рынок. Мы с вами очень хорошо знаем, что вершиной потребительской пирамиды является приобретение недвижимости. И недвижимость, в общем-то, рынок недвижимости активен в том случае, когда также активна экономика, то есть развивающаяся экономика, когда строятся новые заводы, создаются новые предприятия, субъекты хозяйственного деятельности, появляются новые рабочие места, экономика разогрета. Люди не только могут жить сегодняшним днём, зарабатывать на еду, но и в состоянии откладывать сбережения, в общем-то, и вершиной которых является приобретение недвижимости. Кто-то приобретает первую свою недвижимость, кто-то вторую в виде загородного дома, кто-то приобретает коммерческую недвижимость, торговые площади, офисы, возможно. Итак, возвращаемся к рынку жилой недвижимости города Запорожья. Перед вами гистограмма. Триут исследования июль 2019-го, июль 2020-го года. Мы видим, что в июле 2019-го года средняя стоимость квадратного метра 433 доллара. И уже в июле 2020-го мы видим средняя стоимость квадратного метра 438. Мы также с вами видим, что восходящая гистограмма с апреля месяца, это второй после коронавируса, после, так сказать, кризисный месяц. И мы видим, что гистограмма восходящая меняет свое направление. И, как я уже вам говорил, к концу года мы увидим снижение средней стоимости минус 2-3% годового измерения. А за данный период нам статистика говорит о том, что с июня 2019-го по июль 2020-го года стоимость квадратного метра выросла в плюс 1,2%. Следующим слайдом мы разберемся, что происходит с квартирами эконом-комфорт-бизнес-класса в городе Запорожье. В данной квартире построены три у современной Украины. Еще раз напомню, что всего на территории Украины эксплуатируется 17 миллионов 100 тысяч квартир. И всего лишь 1 миллион 900 тысяч относятся к квартирам эконом-комфорт-бизнес-классам. Они отличаются от социального жилья, большими недорожания общей жилой площадью, более развитой инфраструктурой и, естественно, более комфортными условиями проживания. Мы также видим, что в течение года данного класса жилье квартиры выставляются для продажи в целом по Украине порядка 200 тысяч. Так что выборка, с которой мы работаем, также является однородной и репрезентативной. Мы видим, что июль месяц показал нам среднюю стоимость квадратного метра 560 долларов. Что, в общем-то, за период исследования июнь-июль показало снижение минус 0,18%. О краткосрочной перспективе данного класса жилья мы увидим к концу года также снижение минус 2-3% естественно в годовом измерении. Следующим слайдом мы поговорим интересным показателем рынка недвижимости. Это показатель активности. Данную информацию предоставляет Министерство юстиции Украины. Мы будем говорить о количестве транзакций в Запорожской области и сравнивать 2018 год с 2019 годом. Общее количество транзакций в Запорожской области в 2018 году 19 540 договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. В транзакции входят исключительно договора купли-продажи и дарения жилой недвижимости. Мы видим, что в 2019 году рынок был более активный на 1,4%, то есть в абсолютных цифрах это 19 817 договоров отчуждения прав собственности на недвижимое имущество. То есть в 2019 году рынок был более активен по отношению к 2018 году. И наша статистика там по-моему 1,3% показала рост средней стоимости за этот период на вторичном рынке. Так что в общем-то мы подтверждаем статистику или наоборот Министерство юстиции подтверждает статистику, которую мы публикуем. То есть логика понятна. Рынок незначительно по активности превысил 2018 год. Естественно средняя стоимость квадратного метра также незначительно выросла. Следующим слайдом мы будем говорить о первичном рынке. Это квартиры, не сданные в эксплуатацию. Мы видим, что в июле месяце средняя стоимость квадратного метра в городе Запорожье 376 долларов. Напомню вам, что квартиры на первичном рынке исключительно продаются за национальную денежную единицу, то есть гривна. Для вашего удобства мы переводим это по курсу Национального банка Украины в доллары, для того, чтобы вы могли сравнивать, что происходит на первичном и вторичном рынке. Мы видим, что за период июля снижения минус 0,27% в долларах еще раз. Мне многие задают вопрос, Андрей, почему мы считаем, что рынок первичный растет. Еще раз повторюсь, в долларах мы видим снижение на протяжении уже больше 7 месяцев. Семь того, что первичный рынок продается за национальную денежную единицу, а мы знаем, что гривна девальвирует по отношению к доллару, именно поэтому мы наблюдаем, что на первичном рынке, если говорить в гривне, рынок, ну если не растет, то по крайней мере там ничего не изменяется. Давайте подтверждение моих слов, что все-таки не все хорошо на первичном рынке, и ничего там не растет, а на самом деле снижается в долларах. Посмотрим следующий слайд. Этот слайд предоставлен службой статистики. Мы будем говорить, сравнивать количество квартир, которые сданы в эксплуатацию в первом квартале 2019 года, сравним с первым кварталом 2020 года. Мы видим, что в целом по Украине строительная отрасль показала снижение ввода нового жилья в эксплуатацию, минус 19%. Конкретно по Запорожской области мы видим, что в 2020 году было сдано в эксплуатацию всего лишь 897 квартир, это нечетожно мало, а в 2019 было 105 квартир, что показало, в общем-то, снижение на 7,6%. Это говорит о том, что, друзья, строительная отрасль, в общем-то, испытывает определенные проблемы, проблемы связаны с тем, что квартиры, которые, в общем-то, строятся, их некому покупать. То есть не пользуются спросом у людей, у людей банально нет денег. Поэтому, в общем-то, компании-застройщики, так как они строят для людей, они для марсиан квартиры вынуждены снижать, снижать, все меньше и меньше вводят в эксплуатацию нового жилья. И мы видим по Украине, это, в общем-то, минус 19%. Также могу констатировать факт, что будет снижаться на первичном рынке, будет снижаться стоимость квадратного метра. Мы на протяжении 7 месяцев уже видим, как снижается стоимость, и это является уже тенденциями, которые будут продолжаться до конца года. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит на рынке недвижимости Украины, вам необходимо, что сделать? Правильно, друзья, подписаться на мой канал. Вы также можете меня критиковать, можете обсуждать, особо умные могут посылать нахер. Но если, друзья, у вас есть аргументы, вы также должны помнить, что я, ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг, не путайте нас, пожалуйста, с ослугами народа. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. И еще, друзья, помните, о статистике и недвижимости позаботимся мы. Вы позаботьтесь о своем здоровье, не болейте, друзья, и не забывайте вовремя оплачивать жилищно-коммунальные услуги компаниям-монополистов. Субтитры создавал DimaTorzok